Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Буду сегодня рассказывать про Google, про поиск, про SEO. И сразу, как бы, в принципе, вопрос. Кто знает, что это такое SEO? Кто не знает, что это SEO? Кто все остальные? Окей, догадывается. Хорошо. А кто заказывает услуги SEO? Ну, хорошо, значит, тем более будет довольно интересно. Хорошо. Я попробую вкратце рассказать, чего можно добиться в SEO, в принципе, и пару фишек, скажем так, которые можно будет применить. Чуть-чуть о себе. Амир что-то сказал. Дополню. Основной компании, в принципе, у меня является Webmaster Studio. В Webmaster Studio выросли другие бренды. Основных, скажем так, бренды, которые я позиционирую, их 5, как бы, Zedkhost, Autoshina, Kador, Webmaster и SBK. СБК у нас офис в Германии, и мы, как бы, оттуда получаем заказ, здесь выполняем. Автошины, кстати, вообще не айтишный проект, в принципе, как таковой. Это у меня работник один прибежал, с идеей гениальной. Он говорит, если 30 тысяч евро вложить, сейчас деньги потекут, рекорд просто. Ну, вот, короче, как бы, вложил 50 и, как бы, вообще не потекли. То есть, ну, как бы, в принципе, с другой стороны работаем, как бы, в принципе, то есть, обслуживаем. Ну, так, срок отбивания еще, так, года 4, наверное, на текущий момент у этого проекта. Хорошо. Значит, все бизнесы, в принципе, я строил на SEO. То есть, абсолютно везде я всегда, как бы, базировался на SEO, так же, как в Германии, так и в Молдове, во всех своих, в принципе, направлений. В первую очередь, как бы, мы занимаемся SEO, во вторую очередь, уже подключаем все оставшиеся вещи, как бы, которые приносят нам прибыль. Это проверено годами, в принципе. Почему, потому что, как бы, сейчас. Вот у нас, в принципе, даже по аналитике не только Молдовы, но и тоже самое Германия, порядка 50% у нас приходят с поисковой системы. В чем плюс, как бы, того, что люди приходят с поисковой... Так, сейчас. В чем плюс, что люди приходят с поисковой системы, в том, что они, как бы, горячие. Кто, в общем, понимает, в принципе, что такое топ поисковой системы, в принципе? Кто не понимает, что такое топ поисковой системы? Кто все оставшиеся, опять же? Ну, ладно. Хорошо. Окей. Я приведу пример, в принципе, как мы за год добились чего. Я надеюсь, здесь не сидят представители налоговой. То есть, есть представитель налоговой? Есть представитель, нет? Это неправда, там обман мы придумали. Честно говорю, то есть, это чистый фарш. Хорошо. Вот у нас, в принципе, как бы, проект Adorealine. На момент апреля 16-го года у нас была там прибыль 16 тысяч лей. Не прибыль, доход. Доход был 16 тысяч лей. В процессе, скажем так, работы, посева мы смогли вот добиться на текущий момент, на апрель 17-го года у нас 155 тысяч в месяц там доход. То есть, ну, естественно, как бы, февраль-марту и, естественно, сезонные взлеты. В принципе, что такое SEO? То есть, на всякий случай, как бы, так как я не понимаю, кто у нас 90% людей, я скажу, что SEO, это когда мы вводим, там, купить машину в Кишиневе. И вот тот, кто, скажем так, первый, тот, скорее всего, занимался SEO. То есть, и, скорее всего, вывел свой сайт в топ. Есть шанс, конечно, что он просто нечаянно попал в топ, но шанс довольно, в принципе, низкий. Цель SEO – получить горячий клиентов. В чем разница, в принципе, SEO относительно оставшегося метода продвижения? Это то, что в SEO у нас человек ищет конкретно, то есть, он уже готов купить, нам осталось ему только продать. В принципе, то есть, нам не нужно убедить его, зачем ему это, нам не нужно рассказать ему ничего про это, нам просто нужно ему продать. Соответственно, у нас должен быть довольно неплохой сайт, довольно неплохо продукт описан, и вследствие этого, в принципе, мы можем это довольно неплохо ему продать. У SEO, как и всего оставшегося, есть свои минусы – это сроки. Это серьезный минус SEO. Вот, в принципе, если посмотреть, в СММ, в принципе, можем час уже жить, завтра, завтра заработать. То есть, ну, и вам расскажут. В SEO, как бы, нужно уже час, чтобы месяца через 10 заработать. То есть, нужно, в принципе, иметь, как бы, деньги. Но плюс другое, что если мы добились каких-то результатов, то есть, каким-то проектом, бизнесом и так далее, то результат будет стабилен, долгим, довольно длительный промежуток времени, если, скажем так, можно будет не вкладывать дополнительно больших ресурсов, в принципе, в проект, и он будет довольно успешным. Это у нас табличка конверсии. То есть, мы, в принципе, после того, как достигли результатов по SEO, хорошо, а кто знает, что такое AdWords? Кто не знает, что такое AdWords? Кто все оставшиеся опять? Ну, ладно, хорошо. А СММ, кто знает, что такое СММ? Ну, СММ большинство знает, и то, в принципе, круто. Мы, в принципе, после того, как добились по SEO результатов довольно плохих, мы начали вкладываться также в СММ AdWords, но средний чек и конверсия у нас в SEO было гораздо выше. Опять-таки, из-за того, что это горячие клиенты, то есть, они готовы покупать, и, в принципе, только осталось им чуть-чуть, скажем так, продать этот продукт. По последним аналитикам, в принципе, большинство людей, как бы даже, ну, как бы, не большинство, порядка 50-70%, сейчас мы поставим на следующем слайде, 70% вообще людей, которые вводят какое-то слово, они смотрят его на первой позиции. То есть, 30% людей, они даже не кликают на первое место. То есть, 30% людей введя слово, они просто идут дальше. Ну, видимо, не хотят, как бы, подарок или машина, просто переходят на другой ресурс, как бы, наверное, видимо, что-то другое ищут. То есть, на первое место у нас кликают 70% людей, на второе место и третье кликают 20% людей, и на третье место кликают 10% людей. Дальше, просто третье место называется смерть. В принципе, ну, там доходит, там, один, наверное, человек, может, два, кто его знает. Это, в принципе, пример по запросу подарка онлайн. Конкретно, кстати, пример, он нам приносит один заказ в день, если мы на первом месте. Если мы на втором, он нам приносит один заказ раз в два дня. И если мы на третьем, он нам приносит один заказ раз в четыре дня. После третьего места, опять-таки, мы аналитику не ведем, потому что получается, что, как сказать, ее очень уже сложно отследить. Но мы видим диссинские корреляции в пределах вот топ-3. То есть, я поэтому всегда говорю только о топ-3. Вопрос до текущего момента? Окей. Несколько простых фишек. То есть, я не буду реально рассказывать о севе, почему о севе можно рассказывать, ну, недель, наверное, две-три. То есть, это нужно вплотную рассказывать, и то, в принципе, я там уже все попробую саму и так далее. Ну, пару фишек расскажу. Ну, в первую очередь, нужно собрать слова. То есть, чем ваш сайт, в принципе, занимается. То есть, представим, в данном случае, если это примерка, то мы занимаемся цветами, подарками и так далее. Соответственно, как бы, то есть, слова, по которым мы в теории рассчитываем, что у нас люди найдут, то есть, они связаны с цветами и подарками. Соответственно, мы оставляем список этих слов. Далее мы эти слова вписываем в title и description. Кто знает, что такое description? О, круто. Реально круто. Description, а title? Ну, вообще круто. В принципе, у нас все проценты не знают, что такое title и description. Слово должно быть как минимум вписано в базовую вещь, как бы, слово должно быть вписано в title и description, в принципе, и как таковое, это даст нам какой-то, в принципе, результат. Не факт, что, опять-таки, первое место, но результат даст. Что, в принципе, те же самые, как бы, то есть, когда к нам приходят клиенты, как бы, что мы видим костную проблему, с которой к нам приходят? Клиенты крадут контент с других сайтов, то есть, ну, допустим, если это сайт объявлений, то просто берется объявление, копируется и вставляется себе на сайт. Google не любит очень сильно копированный контент, он любит, чтобы все было уникальным, то есть, в идеале, все лучше из головы писать. Лучше пусть будет из головы, не особо, как бы, гениально, как бы, но зато будет, как бы, свое. То есть, Google это любит. Оптимизируйте текст под ключевые слова, ну, хотя бы, слово, под которое вы раскручите, то есть, если вы продаете машину, текст должен быть о машинах. То есть, бывает и обратно, что, когда мы расключимся под машиной, как бы, то есть, а, текст у нас вообще там поменьше. Визуальный контент, картинки, то есть, это все работает, картинки, круто работают в списке. То есть, есть, вот, как бы, перечисления какие-то делают вообще, то есть, они как пользователям воспринимаются, так они воспринимаются, в принципе, и поисковыми системами очень хорошо, почему же они понимают, что, как бы, эту информацию пользователь хорошо усваивает. Ну, база вещь, наверное, я не знаю. Кто, кто не знает, что, если мы раскручиваемся в зоне МД, нужно иметь домин.мд? А кто знает это? Ну, окей, как бы, в принципе. Если мы раскручиваемся в Молдове, у нас домин должен быть точка МД, если мы раскручиваемся в Германии, у нас домин должен быть точка ДЕ, что очень часто, кстати, люди экономят эти 5 долларов, как бы, то есть, домин был у нас, в принципе, дорогой, и если купить домин.ком, как бы, то действительно выходит дешевле, но в практике, как бы, в принципе, потом это раскрутить невозможно. Мне нужен у нас за большими запросами, крутыми, типа, купить букет. Купить букет взрослый, тоже очень прикольный запрос. У нас, в основном, 50% втратка идет по низкой частоте. Ну, запросам, которые, как бы, длинные. То есть, что такое, как бы, запрос, ну, среднечастотный запрос? Среднечастотный запрос, это, как бы, запрос, который раз когда длинный, и вы меньшее количество людей ищут. То есть, ну, нужно провод приходить, как бы, то есть, допустим, если вы идете в сел-компанию, или если вы сами пытаетесь, ну, нужно провод раскрутиться, купить букет, почему, потому что, купить машину. То есть, это очень тяжелые все запросы, как бы, то есть, легче гораздо длинные запросы. Допустим, у нас есть клиент фитнес. Мы не стали его раскручивать, купить абонемент фитнеса. Мы стали раскручивать, купить абонемент фитнеса на чеканах. То есть, вышла очень довольная такая река, в процессе, в принципе, оптимизации и получает своих клиентов довольно плохо то есть там трафик увеличится где-то на 30 процентов сайт должен быстро загружаться но это всем понятно почему даже если он не загрузил в случае трех секунд то пользователи уходят мобильные устройства то есть мы все пользуемся мобильными телефонами я поражаюсь когда в принципе есть сайты которые не адаптированы под мобильные устройства с его невозможность телефон открыть кстати в общем сал у того же самого к доллара вот примерно вот такая посещаемость мобильных устройств она чуть поменьше бы она где-то порядка 65 процентов но в мире вот примерно на такая вот туда небольшой текст категории в принципе круто довольно-таки как бы помогает то есть вот как бы зайдете на наш сайт вверху каждой категории с небольшой текст на 5 строчек он не имеет смысла вообще никакого то есть и в принципе никто не читает кто когда спрашивает такой текст читать ну видите никто не читает но это реально работает да блять карточки товара локацию мы просто автоматически прописали приписали везде кишнев молдовы это нам дало там не знаю 5 10 процентов трафика то есть почему потому что google понял что мы в кишневе молдовы соответственно кишневе молдове нас хорошо аранжирует после того как мы хорошо это оптимизировали нам нужно показать отказов показать отказов это заставить человека максимально долго провести время на нашем сайте то есть в принципе перейти больше на одной страничке для этого просто как бы цвет кнопки сменили у нас наша кнопка была зелененькая сейчас красненькая и это нам дало довольно таки высокий эффект то есть призыв к действию то есть банально призыв действия которые у нас говорится принципе везде что все что скажем так должно вызвать здесь нужен красный цветов ну принципе выбрали оранжевый цвет то есть и это принципе сработало это чисто фишка уже даже меньше к показать отказов это больше к увеличению среднего чека мы в корзине добавили товары которые можно выбрать и у нас на 15 процентов выросла прибыль за счет этого то есть люди как бы то есть который уже заказал вышку на полторы тысячи то есть он уже готов как бы открытку заказать на 150 лей хотя себе стоимость этой открытки ну 5 лей наверно где-то так заказать заказать в один клик то есть в последнее время люди стали очень ленивы и люди не хотят заполнять форму они хотят просто зайти на сайт нажать одну кнопочку и заказать заказать в один клик как бы то есть нам дают 10-15 процентов заказов то есть люди просто вводят на свой телефон мы перезваниваем как бы и готовы обслужить этого человека общий мировой тренд вообще в принципе на корзине убирать все абсолютно за исключением кнопки следующей то есть если вот в нашей корзине в принципе зайти там ничего нету так мы реально повысили на 17 процентов почему же люди перестали выходить сейчас можно так а друзья давайте по-английски посмотрите или чтобы не статистически посмотрите у нас остались а у меня по-моему я сейчас закончил это можно не просматривать потому что это тяжело как бы это я в принципе как бы насколько я понимаю что у нас непонятно да да то есть это и резко последний слайд это довольно тяжелый слайд если долго объяснять как бы то есть времени осталось как бы не имеет смысла мы в принципе достигли цели то есть мы повысили за год доход 10 раз то есть результат был достигнут и это в принципе круто все оно обеспечивает основной источник трафика хотя мы также получаем трафик из СМО на САДВОРД ну и спасибо за внимание спасибо я просто чувствую себя как-то неполноценно друзья смотрите как сейчас будет высказать у нас день улыбнись ну так нельзя 10 минут у нас будет перебросный огонь вопрос и ответы я сейчас попробую чтобы идти чуть-чуть подальше от этих нужно будет борьба словесная а, говорю, ты можешь поднять рвку искать я говорю правду и только правду больше ничего не буду говорить права ну нельзя тут представитель налогов да 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 пристрою быстро ну ладно но не представитель налогов и он на самом деле блогер Я буду задавать короткий вопрос, твоя задача отвечать, но и городка. Сколько слов? Слов 17 максимум. Минимум 3. Хорошо. После этого у вас наверняка сформулируется какой-то ваш вопрос. Вы поднимаете руку и я вам даю микрофон. Помните, власть этого человека, у кого есть микрофон. Хорошо? Тебе лица, что ли, я не знаю. Сколько у тебя проектов? В общем, в целом, где-то 12. 12 компаний у тебя, да? Ну, компаний, юридических лиц или, в принципе, брендов? Кочень компаний, брендов, проектов. Брендов 12 штук. 12 штук, компаний как и в доме больше. Так представителей налоговой нету тогда. Хорошо, 12 компаний. Еще в прошлом у вас просто снимается на видео, потом на франте все равно. Завтра все закрываю, все. Хорошо. Так, значит, 12 проекта. Ты можешь, примерно, если копии чистить, которую? Это онлайн магазин цветов. Да. Потом, что это монтаж. Это то, что в любой точке страны ты доставляешь и обслуживаешь автомобили, естественно, что случается. Дальше, спасибо. Вебмастер, СБК, СБК студии, вuirмастер студии. В чем занимается, сфигурить модель? Да. В принципе, всем циклам абсолютно. Совсем всем циклам в том числе, автоматизация бизнеса. А СБК студии в Германии именно тем же же сам занимается. То есть, в Германии есть офис? Да, конечно. В этом году полтора какого офиса. То есть, СБК ровно тем, что только в Германии занимается. значит за хвост то есть это хостинг-компания то есть мы закупили сервера и эти же самые сайты дальше это 4 эти компании не буду называть программирование просто как бы то есть я подсменивался как директор в мастер студия 20 получается В 2008 году я был вебмастером, мне было 21 лет. 21 лет? Нет, меньше. В 2000 году это сколько? Это, получается, 9 лет назад? Это 12 лет. 12 лет мы начали завязывать в нем мальчиков. И получается, что сейчас 12 проектов в направлении. Еще какие-то наполовину закрылись. Ну, есть, конечно. Десятка-полтора из закрывшихся. Друзья, с того пора можно задавать вопросы. У человека 12 направлений, он очень много знает про digital marketing. Человек, который с удовольствием ответит на любые вопросы, не только здесь, но и в Facebook. У нас еще будет пример, где вы сможете задать вопросы. Но у меня есть свои вопросы. Прежде чем я их начну, поднимите руку, у кого есть вообще вопросы. Кто уже не стесняется? Снова кого нет? Саша делает сайты, поэтому мы никто. Но у него первый раз вы есть. Спасибо. А, кстати, фишка. Вот. Вы имеете здесь такая фишка, чтобы о вас лучше узнали. В начале месяца. Всем привет! И к соус-струдия делаем сайты больше всего. Действительно, задаваются вопросы. Ну, и так все могут сделать, так как он бесплатный бьер. Не перебил, я так и сделал. Александр. Да. Вадим, мы как саратики, получается. Будет два вопроса. Один по тематике SEO, другой по тематике бизнеса. Это, например, клиентского бизнеса. Получи. По SEO. Значит, вопрос такой. Когда приходят вам люди, клиенты. И вот вы говорили, что SEO, на самом деле, более долгосрочное выложение. И отдача от него какие-то описания, как от SMM и от LetWords, допустим. Как вы объясняете им, что они получат? Ну, кратно. То есть, понятно, что вот сейчас у нас была лекция, долгая. То есть, SEO, это все-таки, ну, денег стоит определенно. Нет. Клиенты у нас хотят, то есть, если они вкладывают деньги, сразу получается какой-то обратно. Это первый вопрос. Первый вопрос. По вашему штату текучка кадров. Насколько она, то есть, берете интернов или вы берете сразу кученных людей? Ну, в принципе, два вопроса. По поводу SEO. Убедить здесь сельский клиент, чаще всего, будет очень сложно. Потому что, то есть, это нужно объяснить человеку, что он должен сейчас по тысяче евро 10 месяцев вкладываться, а потом на 11 месяц он получит результат. То есть, это довольно-таки проблематично. Именно, кстати, вследствие этого, то есть, у нас больше заказов по СМО по дворцу. То есть, если процент соотношения, как бы, то сказать, у нас, ну, наверное, как бы, все на 40 процентов, по количеству заказов. Потому что очень сложно объяснить. Чаще всего, как бы, то есть, под SEO, получается, подходят клиенты, которые готовы ждать. То есть, это уже какие-то бизнес успешные. То есть, это редко какие-то стартапы, у которых есть парни, есть идеи, есть 200 евро. То есть, мы, как бы, честно говорим, что, блин, ну, не стоит на нас деньги тратить. Тут, как бы, пойди, почитай. Честно, в интернете ты сможешь сам больше, нежели нам эти 10 евро, да? То есть, мы реально тебе круто не сделаем. Нет смысла, в принципе. То есть, наши клиенты, получается, это, как бы, под SEO, это клиенты, которые готовы ждать. То есть, конкретно под SEO. По поводу штата. Значит, текучка кадров. Ну, как вам сказать, ну, как бы, мы, вот, в предыдущем, как раз, в средстве открытия офиса в Германии, сократили, там, 50 процентов персонала. Почему? Потому что была проблема в Германии у нас из-за миллиарда евро. Мне отказывали открыть компанию. Мне, в принципе, по сей день отказали открыть компанию. Я просто вышел как учредитель, официально там не учредили, никто вообще. Открыл на другого человека, компанию и так далее, и так далее. В средстве это были деньги и проблемы, и соходили 50 процентов штата. То есть, когда мы оставили, как бы, оставшиеся 50 процентов штата, соответственно, они, в принципе, не увольняются. Ну, почему? Потому что, как мы с ними давно работаем. То есть, как бы, то есть, там люди, которыми остались, они там работали по 7 лет, по 8 лет, 5 лет и так далее. Ну, за этот год у нас уволилось один или два человека, что-то в этом роде, в принципе. То есть, с точки зрения каких кадров набирать, мы в том, что была способность. То есть, способность, эта штука очень интересна, как бы, то есть, она может проявить, может не проявить, у человека она может быть, но он, в принципе, может и не использовать и так далее, и так далее. Ну, мы берем, в принципе, новичков, как бы, то есть, с опытными программистами у нас чуть другие проблемы. Почему? Потому что у нас есть четкие правила программирования, то есть, у нас есть, как бы, свод правил, то есть, они должны по этому своду программировать. то есть опыта прогресса у него всегда 10 тысяч гениальных идей как бы то есть и он сами чаще всего не уживается то есть мы принципе ответом получать вопрос будет что мы берем как бы некоторые чуть-чуть что-то умеют и дальше раздаваем как нам удобно то есть объясняем как нам удобно писать и так далее так далее помог ответил я не знаю если может связать вопрос скажи а ты мне сказал как ты удерживаешь топов ты можешь рассказать как бы то есть сейчас у нас последняя фишка с подходит как бы просят личное задание ну допустим там нужно 350 тысяч в месяц представимся это штука к человеку должен продать 30 тысяч если значил планету мы покупаем машину то есть машинка естественно бываем за 20 тысяч евро в принципе но покупаем но у нас есть другая проблема есть люди которые получили право нужно получить год вот это тема кстати даже исторически играть там все неправда здравствуйте меня зовут Денис Павлач я на самом деле не из налоговых тоже есть несколько проектов один из тех которые можно озвучить это мы первые производители новогодних елок молодая вопрос следующий вопрос следующий ну вот бизнес да как мне вот понять что мне уже нужно SEO да вот как бы любому бизнесмену как мне понять что такое SEO как мне понять что такое SEO как правильно ли мне сделали SEO как понять вернутся ли мои инвестиции вот как бизнесмен или как айтишник вот если я вообще не разбираюсь на этом все но но я понял что моя фирма как бы она уже должна быть где-то в первой тройке в топе да что делать а ее там нету что делать а ее нету без всего просто не я расскажу у нас был прикольный клиент как бы приходит к нам хочешь что там сайт и мы смотрим еще один сайт спрашиваем а хотите SEO для сайта? он говорит да нет нет SEO там SEO там занимаются уже как бы там года полтора как бы занимаются я говорю что результат есть не парни говорят вот вот еще чуть-чуть не свисочки говорит долго говорят ну как бы год говорят как бы то есть ну как вам сказать SEO как таковое то есть оно в нашем я сказал как бы хороший результат на больших рынках SEO как таковое оно должно быть видно ну на третий-четвертый месяц в принципе то есть если кто-то занимается SEO ваше не у нас нормально мы без SEO тоже а ну так как в чем-то то есть как понять ну блин автопе должен должна быть посещается, должна быть конверсия то есть вот допустим как бы есть Google аналитики то есть последнее что мы сделали мы подключили электронную коммерцию и реально отслеживаем каждого пользователя что он там делает куда он кликает какие он товары смотрит анализируем его поведение в зависимости от поведения в принципе как бы то есть в принципе как таковое то есть нужно попробовать как минимум если это интернет магазин подключить электронную коммерцию и поставить на конверсию она должна примерно вот такой то есть это считается хорошей конверсией то есть для SEO 1-2-2 да у меня там был еще вопрос по вот этим вот показателям по среднему чеку я заметил что показатель среднего чека показатель среднего чека с SEO у тебя там был 2 тысячи рублей а с AdWords 1200 это как объяснить? люди большинство есть такой психологический принцип называется принцип черных дыр то есть люди в принципе как бы AdWords в принципе а я под AdWords в том числе подразумевал в том числе и баня рекламу то есть не только контекстный AdWords то есть в принципе и баня на AdWords и контекстный AdWords молодые люди уже завесили ну давай так во время периода ты подойдешь и Вадим тебе лично расскажет потому что я понимаю половые люди не понимают то что сейчас вы говорите такое ощущение что просто отсылает сам такой сам такой вот смотрите друзья у нас будет период через 40 минут где вы сможете задать любого вопрос Вадиму у нас там есть специальные столы где вы можете подойти и пообщаться хорошо? кинитесь и вы понимаете обязательно стоите супер вообще я сейчас попросу нашему вопросу сейчас кстати знакомьтесь это Великый Сан один самый но взгляд на филотограф на на вашу пространство от него зависит от него зависит от каких вы будете играть поэтому улыбайтесь и наступайте на новую тему он это не любит понимал? новый опыт я все правильно сказал? все правильно а смотрите друзья мы вручаем обычно всегда точнее всегда вручаем нашим новым спикерам сертификаты специальные какие сейчас вы узнаете но из четырех спикеров в море у нас уже спали неоднократно поэтому не удивляйтесь почему мы кому-то даем а кому-то не даем то есть поймете ага вот этот понравился я вам говорю а вот этот не понравился нет просто те кому я не дал они уже получили и не один раз в смысле сертификат а Вадим получает сейчас давайте грудьими апллитсментами Вадим 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 разве cómo это а чёрно еще однократно а чёрно а чёрно очень правил приветов для молодокобритания нашей страны спасибо для которого я еще не знаю сам 4-коричневый журнал тебе большое спасибо дам кресло спикера